В рамках программы «Столица» для коммунальных служб Магадана региональное правительство выделило деньги на приобретение новой техники. В этот раз городу предоставили пять спецмашин, а всего за почти год их было передано девять. Техника поможет реализации программы «Бульдозер» или, как говорят некоторые, большая уборка. Как отметил Юрий Гришан, новая техника более надежная. Для того, чтобы на машинах трудились, ведут дополнительные рабочие места. Специалисты рассказывают, новая техника поможет быстрее справляться с поставленными задачами. Улучшить качество и скорость выполнения важной работы по вывозу некапитальных строений, незаконно установленных проблемных каких-то сараев, гаражей, контейнеров. До появления новых машин работникам служб приходилось привлекать технику с других участков. Теперь же и КЗХ, и ГЭЛУД смогут заниматься поставленными задачами и выполнять поставленный план. 2021 год – прорывной в сфере социальных инициатив. Губернатор Колымы, депутаты областной думы и различные ведомства выступали с предложениями. Например, по инициативе уполномоченного по правам ребенка Магаданской области принято решение за счет средств регионального бюджета установить автоматические пожарные извещатели. Устройства предназначены для многодетных и малоимущих семей, которые живут в частном секторе. В Магадане специалисты уточняют списки людей, в чьих домах нужно установить извещатели. То есть, когда происходит задымление, загорание, идет сигнал на пульт МЧС, либо на единую диспетчерскую службу, и есть возможность пожарным максимально короткие сроки прибыть на место и локализовать пожар. Деньги там приличные, все это уже, деньги доведены до муниципалитетов, это все приобретается, устанавливается. Это, я считаю, очень хороший шаг такой, скажем так, к тому, чтобы у нас избежать гибели наших детишек. Одной из постоянных проблем в регионе была диспансеризация детей в отдаленных районах. В этом году губернатор Сергей Носов выделил на это необходимые средства. Кроме того, депутаты областной думы приняли закон об увеличении денежного вознаграждения приемных семей. Теперь сумма – прожиточный минимум, что почти в три раза больше текущих выплат. Раньше сумма была чуть больше 8 тысяч рублей в месяц. Мэр Магадана Юрий Гришан провел прием граждан в формате видеоконференции. Одной из тем стала детская площадка. Магаданец обратился к городоначальнику с просьбой объяснить, кто должен заниматься содержанием. Молодой человек просил помощи у управляющей компании, но ответа не получил. Юрий Гришан отметил, что в следующем году площадки будут в муниципальном задании. В обещании я уже давал, что в следующий год я не буду больше проводить торги. Это все будет в муниципальном задании КЗХ. Дополнительно два экипажа, которые будут ездить и убирать все наши 360 детских площадок. Но вот молодой человек почувствовал, что он готов, может быть, впервые в городе сделать организационное собрание, чтобы люди приняли эту площадку в состав общего имущества и платить управляющей компании за содержание своего собственного имущества. Это самый лучший и самый эффективный путь. Таким образом, площадка будет принадлежать самим жильцам, а при необходимости мэрия проведет капитальный ремонт. Еще один вопрос жители задали о работе фонда капитального ремонта. На улице Приморской из-за реконструкции уличной дорожной сети двери здания опустились. Юрий Гришан ответил, что проблему нужно решать совместно с департаментом САТЭК. Вечерний Магадан продолжает знакомить магаданцев с точками зрения в общественной дискуссии по новым антиалкогольным мерам на Колыме. Перед заседанием рабочей группы Общественной палаты Магаданской области нам эксклюзивно прокомментировал позицию региональных органов власти Максим Бродкин. Органов власти тоже несколько раз однозначно сформировалось. Вы правильно сказали, что долгое время идет обсуждение. И в том числе мероприятие, которое я сегодня буду проходить, это тоже является одной из форм обсуждения, как быть в той ситуации. Все понимают по статистике, и мы видим, что совершенно из разных оценочных агентств, людей, общественных палат и так далее проходят мониторинги. И эти мониторинги везде показывают, что мы находимся на самых нижних, если не на самой нижней, то по разным показателям, на самых нижних позициях в РФ по потреблению алкоголя, по смертности алкоголя. Инициаторы новых антиалкогольных мер регулярно апеллируют к различным рейтингам регионов по уровню потребления алкоголя на душу населения, по уровню смертности, по количеству дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения. Одним из самых известных и самых неоднозначных рейтингов регионов такого рода является проект «Трезвая Россия» депутата Государственной Думы Российской Федерации Султана Хамзаева. Нельзя это оставлять без внимания, если нужно что-то делать. Безусловно, у государства один из механизмов является ограничивающей продажу, либо уже в разных критериях, либо в одних и тех местах, либо по времени, либо еще что-то, чтобы все-таки как-то упорядочить продажу алкоголя. Поэтому правительство региона поддерживает формат общественной дискуссии, в том числе на площадке общественной палаты. Задача услышать все, даже самые полярные точки зрения. После этого власть будет определяться со своим подходом к острому алкогольному вопросу. За последние две недели выпало много осадков. После этого ударил мороз. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, чистят ли управляющие компании их дворы. Если честно, очень скользко. Я не знаю, ну где-то посыпано, где-то не посыпано. Но идешь очень осторожно, боишься упасть. Ну везде вот такой вот лед. Везде лед такой. Так и в отборах. Нет, не чистят. У нас не управляющая компания. Мы находимся по адресу Портовая 1. У нас под нами господин Котов и его дворник чистить у нас все. Мы сами, у нас ТСЖ. Нет. А у нас кто? Да не чистить, не чистить. Нет, нет. Скользко, да? Конечно, очень скользко. Наши? Нет. Скользко? Скользко, очень. На меня посмотрите, как я иду. Абсолютно нет. Вот эти вот выбоины. Даже дорожки вот не чистятся. Дорожки абсолютно. Вообще ничего не чистится. Таким людям, как мы, вообще нельзя ходить. Я сегодня трех женщин переводил, вот, чисто вот так вот, со двора вот. Вот это за такой вот штуки. Бардак? Не, не знаю, я. Да, чистит. Чисто, не скользко, все хорошо, да? Ну, скользковато вообще-то, да. Ну, всегда регулярно и парк чистит, где я живу. То есть, все отлично. Детские площадки. Я не знаю, если честно. Я не знаю. Ну, скользко. Во двора скользко, очень скользко. Нет. Нет. А я не знаю, какая у меня управляющая компания. Ну, а у вас во дворе скользко? Скользко, скользко. Нет. Плохо. А что у вас в горах, скользко, непосыпанное или что? Ну, там все это почищено. Где автобусы, где автобусы, вернее, где не автобусы, где легковые автомобили, а они начинают, и там уже ничего не остается. Вот. Поэтому я вас люблю, вы очень красивые женщины. Эпидемия идет уже два года, и многие женщины столкнулись с проблемой, что откладывать дальше беременность уже нельзя. Но риски существуют. Можно ли ставить вакцину от коронавируса перед беременностью? А тем более женщинам, уже ждущим ребенка, вечернему Магадану рассказала врач-акушер-гинеколог. В данный момент таких противопоказаний нет. Все беременные и планирующие беременность могут прививаться перед планированием беременности. Желательно это сделать месяца за три, чтобы прошел процесс выработки иммунитета. Во время беременности, если есть желание привиться, то делается это после 22 недели. В данный момент даже сняты ограничения по кормлению грудью. То есть это не является противопоказанием для вакцинации. Сначала нужно посетить женскую консультацию, где гинекологам будут рекомендованы конкретные действия и в случае беременности выдана соответствующая справка о ее сроке. С этим документом уже необходимо направляться в пункты вакцинации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok